И у Криса давай пойдем в политику! Энджи, а что это? Новый инсташоп на Патриках? Нет, Крис, ну это такие партии, туда нужно вступать и делать всякие хорошие дела! Ну там, спасать пингвинов в Африке от холода! О, Энджи, это здорово! Ну мне страшно! А вдруг нас посадят за одиночный пикет? Крис, ну что ты? Ну мы же умные! Мы же в хорошую партию вступим! Новые люди называются! А их не сажают не то что за одиночный пикет, но и за митинги! Энджи, почему ты так уверена? Крис, мне это Серж сказал, а он, как ты знаешь, депутат от партии Единая Россия и член общероссийского народного фронта! То есть вот мы понимаем смысл создания партии, который идет и так далее! В общем, надеюсь, вам понравилось! Ставьте лайк! Олег, забыл сказать! Забыл сказать! Подписывайтесь все! Да, наконец-то! Я этот кусок ставлю в самое начало, по-любому! Окей! Ну что, привет-привет! Сегодня наша тема «Основная ледокола – это нужны или нет партии?» Всем привет! Андрей Иванович, ты не замирай там, пожалуйста! Я приветствую себя! Я с вами! Да, сейчас я режим в галерею пока поставлю! Сегодня у нас, в общем, очень простая тема – нужны партии или не нужны? Они всем уже по порядкам поднадоели все эти партии, все эти дебаты! Может быть, проще было бы как-то выбирать по-другому наших представителей, без партии абсолютно! Каким-то прямым голосованием уже народным, там, какими-нибудь! Вот, давайте мы сначала заслушаем представителя партии «Гражданская платформа», кандидатов в депутаты Государственной Думы Андрея Ивановича Майсака. Его позицию, пожалуйста! Андрей, вперед! Партии нужны! Обязательно нужны! Без партии нынче никуда! Ну, чего все? Нет, не все! Партии выполняют очень важную роль. Во-первых, они формируют идеологию. Ну, так должно быть. У нас не так, на самом деле. Но так должно быть. Потому что любая партия, она представляет какой-то класс. Ну, или социальный слой. И, соответственно, у этого класса, социального слоя, среза общества, есть какие-то свои потребности в общественной жизни. То есть, есть партия, извините, я чуть-чуть уточнять буду по ходу беседы. Есть партия, допустим, чиновников, партия жуликов и воров. Она представляет определенный слой, да? А есть партия нищих каких-нибудь там, ну, я не знаю, даже. Тоже какая-то партия, наверное, есть. Ну, явно несправедливая. Есть партия рабочих и крестьян. А, партия рабочих и крестьян. Я просто хотел произвести название твоей партии, но побоялся обидеть членов твоей партии. Гражданская платформа. Единственная альтернатива партии власти. Партии зародились-то не сейчас. Это было давным-давно, еще в XIX веке, а то и раньше. И смысл-то был вот как раз-таки в том. Еще и при королях было, да. Тогда партии не было, но было, что были землевладельцы, были там капиталисты, которые мануфактуры имели, и нужно было как-то их интересы отрегулировать. Необходимы были представители от этих людей. В каком-то совещательном органе, ну, назвали его парламентом, прикорали. Причем не везде это называлось парламентом. Где-то по-другому называлось как-то. Но смысл в том, чтобы был какой-то представительный орган. Поэтому первое название парламентов, и у нас точно так же Госдуму называют, прежде всего, представительным органом. Представительный – это от слова «представлять». То есть представляет чьи-то интересы. И поэтому любая партия, она формируется именно по этому принципу представления интересов, интересов какой-то страты, интересов какого-то слоя общества. Соответственно, под эту страту, слой общества, формируется идеология. Потому что есть средний класс, у него своя идеология. То есть своя партия. Если я не чиновник и не руководитель заводов-пароходов, а просто рабочий, я не могу вступить в единую Россию. Нет, почему? Ты можешь вступить, но ты должен понимать, куда ты вступаешь. Что ты вступаешь в партию, которая идеологически тебя не представляет. Не представляет идеологически тот срез общества, из которого ты, собственно говоря, и выходишь. То есть ты, если рабочий, ну, как тебя может представлять партия, которая представляет на самом деле олигархов, крупных олигархов, крупный бизнес или слой чиновничества? Она не твоя, и она твои законные права и интересы не представляет. Вот я работаю слесарем на заводе, мне туда идти? В какую партию? Ну, та, которая представляет интересы рабочих и крестьян. Какая партия? В России есть эта партия или нет? Нет, в России такой партии нету. Объясню, почему. Потому что даже левые партии, которые на сегодняшний день существуют, они срослись с крупной буржуазии в едином порыве и представляют с ней такое единое целое. Твоя партия, гражданская платформа, она представляет интересы рабочих? Нет, она представляет интересы среднего класса. И вот ты же говоришь, есть партии там нищих. Вот, но смысл в чем? Средний класс играет очень важную роль в любом обществе. Средний класс, он как выступает демпфером. Демпфером между сверхбогатыми и нищими. То есть это демпфер, который сглаживает социальные волнения, социальные волны, своего рода социальную энтропию. И смысл в любом случае среднего класса в том, чтобы человек более низкого достатка, он имел возможность стать человеком среднего достатка. Андрей, подождите, у вас сейчас был эфир, да? Да, он у нас идет. Он у нас эфир идет. Я просто выпала, простите, давай говори. Это, Андрей, смотри, хорошо. Вот я, допустим, знаю, что ты, Андрей Майсак, кандидат в депутаты. Мне абсолютно все равно, в какую ты партию входишь. Я тебя знаю как человека. У тебя есть свой YouTube-канал, своя социальная сеть. Ты отставишь определенные интересы. Мне они нравятся. Твой подход мне нравится. Землю крестьянам, там, фабрики рабочие. Или наоборот. Нахрен мне знать, в какой ты партии состоишь. Я хочу просто прийти на участок и сказать, я хочу за Андрея голосовать. Мне вообще не нужна твоя партия. Может, там жулики какие-то. Вот смотри, у нас система избирательная построена следующим образом. По выборам в Государственную Думу. Она смешанного типа, то есть мажоритарно пропорциональна. Это означает, что часть депутатов избирается по одномандатным округам. То есть там ты голосуешь за человека. За меня. Если бы я выдвинулся в одномандатном округе конкретно, ты бы за меня голосовал, как за человека. Ну, ты меня знаешь. Да. Знаешь мои взгляды, ценности, идеалы. И, соответственно, ты разделяешь со мной эти взгляды и голосуешь за меня, как за человека. А есть пропорциональная система, где голосование проходит за половину парламента, за вторую половину парламента Государственной Думы по партийным спискам. Вот эти списки надо отменить. Они лишние. Это дрянь. Потому что туда проходят жулье и варье, о которых я не знаю. Тем более, вот эти паровозы, которые есть. Я вот хочу разобраться в этой ситуации. Андрей, извини, что я тебя прерываю. Я просто немножко динамики хочу в наш сегодняшний выпуск привнести. Друзья, простите меня тоже, пожалуйста. Да, Андрей. Да, у нас эта система, к сожалению, работает вообще никак. То есть пропорциональная система, которая призвана к тому, чтобы в парламент приходили партии, которые представляют какую-то идеологию, какой-то средств общества, которые разделяют эту идеологию. Эта система у нас не работает. В других странах она работает. Например, в Германии. Очень неплохо работает. Во Франции тоже неплохо работает. Но у нас в силу нашей специфики это не работает. Может быть, когда-то заработает, но сейчас не работает. И поэтому с точки зрения партийной работы, да, тут, конечно, есть большой минус. То, что как оно должно быть в идеале, это не происходит. То есть, и это не происходит не из-за того, что партийная система какая-то не такая, что партии не вырабатывают идеологию тех людей, которые они представляют. На самом деле, маленькие партии, вот из моего богатого опыта поверь, они эту задачу решают. Но в силу того, как построено наше законодательство и как оно выхолощено, нет никаких шансов у других партий, которые необходимо, чтобы они попали, туда попасть. То есть, попадают только партии, которые, ну, скажем так, согласованы. То есть, которые действительно могут преодолеть 5-процентный барьер. Все другие партии, они отсеиваются. Ну, в этом, конечно, может и есть свой плюс. Например, в Израиле вот кризис был политический, он целых, сколько там, полтора года у них уже. Ну, долго идет. Из-за того, что у них так построена парламентская система, что даже очень маленькие партии имеют возможность попасть в парламент. Но когда много партий, очень трудно договориться и создать коалицию. Но смысл в том, что даже меньшинство, даже очень маленькое, например, любители экологии, их мало, но они попали в партию, за ними есть избиратель. А если мы в пропорциональном разрезе рассматриваем систему, то там избиратели, допустим, которые их представляют, это миллион человек. И вот построена так система, что даже этот миллион должен быть представлен в парламенте. И, соответственно, имея какое-то определенное количество депутатов, они в коалиции могут на что-то влиять. А так как их много в Израиле, они не могут договориться, не могут создать коалиционное правительство, и у них из-за этого перманентный парламентский кризис возник. Вот это минус. Но есть и плюс в этой системе. Плюс в том, что представлены все страты общества, абсолютно все. Представлена их идеологическая база, их интересы представлены. И в любом случае, попадая в парламент, они будут стараться принимать те законы, которые будут работать на именно этот срез общества, на защиту прав, законных интересов этого слоя общества. Вот возвращаясь к моей партии. Мы за средний класс. Почему средний класс, еще раз повторю, так важен? Он является демпфером, он сглаживает социальные противоречия между сверхбогатыми и бедными. И сейчас в целом политика во всем мире направлена на то, чтобы средний класс уничтожить. Это не только в России, а вообще в целом. Почему это так происходит? Так как средний класс, оброс собственностью, у него есть определенная собственность, соответственно, с этой собственностью к ней прирастают права, какие-то и свободы. И вот в той новой нормальности, которую сейчас пытаются построить во всем мире, так называемый инклюзивный капитализм, инклюзивный капитализм подразумевает следующее, что останутся только сверхбогатые и сверхнищие. Раслойки среднего класса между ними не будет. Его просто уничтожат. Но вот эта собственность, которая у среднего класса есть, она должна кому-то перейти. Естественно, она не перейдет нищим, она перейдет сверхбогатым. И встает вопрос, а как сделать так, чтобы средний класс отдал свою собственность? И придумали достаточно такую простую вещь. Мам, бабушка, у меня украла телефон. Сынок, мне по работе, мне надо по работе поговорить. Да, папа! Ну, к сожалению, так. Дверь закрой. Андрей, давай ты решишь проблему, тогда я скажу свою точку зрения. Пока ты там. Андрюх, ты решил проблему свою? У тебя минута оставалась. Почти решил. Так, давай, Оксана. Мы тогда резюмирующую часть Андрею потом предоставим отдельные пару минут. А сейчас вот твоя точка зрения. Нужны партии или нет? Смотрите, значит, если нету партии, чего мы лишаемся с вами? Какого удовольствия мы с вами лишаемся? Я не знаю. Мы с вами лишаемся, в принципе, удовольствия, вполне сомнительного, как выборы. Ёбушки-воробушки. И когда мы, вот сегодня стоит вопрос, идти ли 19 сентября на выборы или нет, коротко скажу свою позицию, что я пойду и буду голосовать по системе умного голосования. Кого он там выберет, мне абсолютно все равно. Да, мне будет неприятно. Идти на эти выборы не хочется. Но еще раз говорю, я пойду, потому что единственное, что поддержу, как бы вот эту идею умного голосования, не потому что я там верю, не верю в нее, а потому что я хочу поддержать, ну, человека, который незаконно, незаслуженно, несправедливо сидит. По поводу выборов. Скажите, пожалуйста, когда вы в России, вот не знаю, сколько вам лет, зрители дорогие, да, вот помните какие-то выборы, когда вам приятно было идти и за кого-то проголосовать? Вот ваш кандидат был. Вот ваш кандидат особенно. А это касается каких-то маленьких выборов. Своего местного депутатика. Когда вы выбирали своего местного депутата вот с удовольствием, что действительно этот человек выходит из вашего квартала, и вы за него готовы были проголосовать. Я такого за всю свою жизнь не помню. Ни один кандидат меня настолько не удовлетворял. Никто со мной перед выборами не встречался, не агитировал. Я имею в виду лично, да. Ну, вот именно мелкие выборы. Я считаю, что справедливо должны существовать только две партии. Это партия любителей пива и партия похуистов. Потому что, ну, у них адекватная позиция и нормальный такой... Они могут коалицию создать, кстати говоря, в парламенте. Да похуй! Логично, логично, тем более, да. И вот. Я помню мультик «Южный парк», и там, значит, была такая серия. Экоактивисты запретили, значит, использовать коров в качестве талисмана футбольной команды местной школы. И, значит, встал выбор, кого же выбирать. Значит, там местный учитель предложил, давайте сделаем выбор и выберем новый талисман, который всем понравится. И детишки решили, как бы, это все дело саботировать. И в итоге, так сказать, на выборы попало два кандидата. Это вот прям, как это, хрестоматийных, да. Это гигантская клизма и сэндвич с дерьмом. Добро пожаловать на дебаты кабельного масштаба между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. И там был один-единственный умный мальчик. Он не понимал, за кого ему голосовать, потому что он не хочет, чтобы его команду футбольную представляла гигантская клизма. И он не хочет голосовать за сэндвич с дерьмом. Вот. И мальчик бедный мучился, мучился. Потом пошел в какой-то там эко-лагерь, где эти сидят эко-активисты. И там замечательная фраза была, произвиняю, процитирую. Сейчас, подождите. Разве ты не знаешь, что всегда приходится выбирать между клизмой и дерьмом? С момента самых первых выборов мы выбираем между клизмой и дерьмом. Только у них хватает подлости так далеко продвинуться в политике. Ну, наверное, вы правы. В политику идут разные люди с разных партий. Они заходят с разных щелей, откуда-то выплывают. Но в итоге, в итоге честные, порядочные и справедливые, они отсеиваются на первых, максимум на вторых этапах. На верхние эшелоны власти попадают исключительно, я верю этому человеку, только клизмой и дерьмо. Там других нет. Поэтому смысл партий, смысл каких-то людей, которых, вот ты, Олег, говоришь, давайте за прямую демократию будем не партии выбирать, а людей. Но люди в тех наших первых выпусках, я уже говорила, что мы не должны в первую очередь доверять даже себе и своим ощущениям. Есть такой очень старый тестик, а кого выбрал бы ты, Олег? Я тебе предлагаю три кандидата. Лизма дерьмо и проктолог, выбираю проктолога. Да, ну типа того. Вот, значит, первый кандидат общается с нечистыми на руку политиками, советуется с астрологами, женился на своей дальней родственнике и с любовницами при этом раскатывает на яхтах. Хороший кандидат. Хороший, хороший. Дает 8-10 бокалов мартини в день, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Второй кандидат, это вообще, родился 7-месячным, то есть недоношенный. В школе с дисциплиной у него были колоссальные проблемы. В итоговой школьной аттестации он занял последнее по успеваемости место среди вот своего класса. Дважды изгонялся с должности. Спит до полудня, баловался опиумом в колледже, выпивает около литра виски каждый день, а с утра, ребята, он начинает утро с бутылки шампунь, шампанского. Курит, как паровоз, правда, есть один плюс, он неплохо рисует. Третий кандидат, имеет воинские награды, вегетарианец, не курит, пьет изредка пива иногда, никогда не изменял жене, любит смотреть диснеевские мультики, неплохо рисует, был номинирован на Нобелевскую премию мира. Итак, первый, второй, третий кандидат, а кого ты знаешь? Слушай, ну это очень похоже на наши выборы, выбрать Танейского. Слушай, ну действительно первого, почему? Потому что я не скрою, что я где-то слышал это, на него не могу объяснить, какая аргументация, но мне ближе первый, почему? Потому что меня всегда вызывают подозрения люди, которые не выпивали. Ну вот остальные, кто-то... Правильно, правильно. Нет, второй кандидат бухал очень сильно, вот не пущий, только третий. Тут береги, вот у второго другие недостатки есть, которые как бы не совсем. А первый вроде как он, в общем, больше человеческого, особо этого не скрывает. Наверное, наверное, так. Да, 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 все правильно, ты разговариваешь. Молодец, молодцы, ребята, вы справились с заданием. В основном, конечно же, слушая этот тест, люди в первую очередь говорят, ну, конечно, третий, он такой приличный, награды, значит, не пьет, не курит. Приличная сволочь называется такая вот. Да, на самом деле, да, это приличная сволочь. Третий кандидат – это был Адольф Китлер, первый – это Франклин Рузвельт и, естественно, второй – Винстон Черчилль. Да ладно, серьезно? Да, серьезно. Ух ты ж, здорово. Ух ты ж. И вот, понимаете, если людям, которые не обладают, Олег, твоей такой, как бы, чулькой и интуицией, подставить этот тест, в основном люди, не напрягаясь, выбирают третью кандидатуру. А вы понимаете, что такое третий кандидат. Что говорить о партиях современных, например, ну, давайте вот вернемся к России, я не буду говорить за Европу, там, за Америку, вы можете посмотреть карточный домик, и многое из этого правда, вы видели там, и жалких, ничтожных демократов, и таких не самых чистых на руку республиканцев и так далее, да, и что там главное – все преследуют свои маленькие корыстные интересы. Но если говорить о России, вот давайте вернемся в нашу неприглядную действительность. Партия «Единая Россия» мы прекрасно знаем. Вот ты недавно выложил ролик женщины, которая рассказывала всем, как мы будем там рисовать 45% «Единой России», и что КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» – партия «Новые люди», это свои люди, и они будут не против. Главное – не пустить решение, что у этой женщины в мозгу непонятно, какие-то проамериканские партии. Это вообще вот на голову не одержишь. Откуда они у нас взяли такая тотальная зачистка вообще всего и вся, что люди уже боятся, наверное, доллары хранить, потому что их объявят иностранными органами. В таком контексте было сказано, что коммунисты наши, они проамерикосовские. Они проамерикосовские, да, смешно, смешно сказать. Вот, и, значит, что по партиям? Вот я из местного, из нашего Белгородского, берем пару примеров. Значит, депутат областной думы и главный нищеброд Юрий Осетров, партия «Справедливая Россия». Значит, он сейчас кандидат, насколько я помню, в губернаторы, по-моему, задекларировал. А? Правильно? Да, губернаторы, да. Ну да, да, да. Задекларировал 1 миллион, 1 миллион, 0,2 миллиона, значит, рублей в год дохода. Вы вообще верите, что товарищ, которого допустили до выборов, спарит партнера, значит, кандидата от Путина, что он получает миллион в год? Ну, это же нищеброд, нищебродский, да? Какие у него тезисы потрясающие. Он как будто Орла начитался, его, значит, людям деньги. И мне сразу хочется сказать, а бабам цветы, детям мороженое. Юрий Осетров. Потом у него еще такой ролик есть. Вернем себе власть. А что, у вас когда-то она была? Слушай, Юра, ты как-то там с памятью подружись. Make America Great Again. Да, главная задача Юры – это убрать нищету. Ну, начнет пускай с себя, потому что миллион в год для вполне себе, знаете ли, павловозрелого мужика как-то это, ну, смешно смотрит. Он же не просто кандидат, он еще и депутат нашей местной областной думы. Зашла на его страничку, и значит, что? Ну, вот работа депутата. А то Андрей говорит, они зачем-то нужны. Зачем? Это депутаты 4П. Значит, поприветствовал. Что-то он поприветствовал. Кого-то он там, членов какого-то, блин, там, не знаю, забега и так далее. Поприветствовал. Поприветствовал. Получил. Получил. Получил медаль за то, за все, за взятие Берлина, за перепись населения. Вот как у Шайгу. Дальше. Поздравил. Поздравил женщин с чем? С женским днем. Поздравил пенсов с чем? С днем пенсов. Поздравил собачников с чем? с Днем Животных, ну и так далее. То есть вот представляете, сколько там в календаре каких-то дней, бухгалтеров и так далее. Он всех их поздравил. Молодец. Боже мой, работа, непочатый край, ребят. И, конечно же, поучаствовал. Где наши депутаты поучаствуют? Они везде поучаствуют. Ну, например, очень красиво позируют с лопатой, значит, там сажают деревья, не знаю, там мусор убирают. И вообще у нас партия «Справедливая Россия» — это креаторы из креаторов. Когда-то они сажали в местные, значит, асфальтовые ямы бархатцы. Мне так было жалко бархатцы, но потом они оправдались, сказали, это бархатцы наши, поэтому мы имеем право их сажать, куда мы их вот как бы сажали. Но самое интересное... Девяточки, 10 минут до конца эфира. Да. Самое интересное, что вот Сергей Бочарников, это городская дума, он сказал еще в 19-м году, ребят, я призываю власти как можно скорее завершить ремонт дорог. Иначе мы начнем проводить более жесткую кампанию по данной проблеме. И тогда, конечно, нам было страшно, потому что, боже мой, что же он все дороги бархатцами засеет. Но, как говорится, пиздеж делу не помеха. Ну, сказал и сказал. Молодец. На то он и депутат, чтобы говорить. Дальше идем. Партия «Новые люди». Андрей эту партию хорошо знает. Это такое ядро на минималках, как нам объяснили. Полный плагиат концепции оформления движения Навального, ну, чтобы, так сказать, перетянуть молодежь. И проблема этой партии в том, что пенсы, ну, такой вот ядреный электорат, ядра «Единой России», они за нее голосовать не пойдут. А молодежь вот этим вот, извините, фальшивым пряником, что-то я смотрю по комментариям в интернете, мало кого привлекает и мало кого обманывает. Значит, председатель Алексей Геннадьевич, он же и член общероссийского народного фронта вот этой партии, да, мы сразу понимаем, откуда у этой партии новые люди растут ноги. Но самое интересное, что эту партию, она называется «Новые люди». Ты думаешь, молодежь, наконец, да, это там тот же Моргенштерн, Монеточка, Греча, Билли Айлиш, да, вот это вот лица, это новые люди. Какие же это новые люди? Скажете, вы на лицах, значит, лица этой компании, это старые, еще такие прожженные лязи. Это у нас, значит, Лера Кудрявцева, да, Олег, замечательное лицо партии, Юрия, Юля Баранова и моя любимица. Еленочка Летучая, это женщина, которая за бабло может прорекламировать даже скопинского маньяка. Скоро, я думаю, она поедет в Кабул со своей программой ревизора и будет говорить, знаете, прекрасное кафе, здесь даже есть свой маленький уголок у женщин, они даже могут есть со стола из миски, но без ложки. Вот понимаете, она ездила в Северную Корею рекламировать местные курорты. Я прям так и вижу съезд партии новыми людьми с Леночкой во главе вот где-то там на курортах Северной Кореи. Я думаю, им не будут мешать шумы выстрелов, там где-то кого-то расстреливают, я думаю, они на это обращать внимание не будут. Пока у нас есть время, я расскажу вам очень интересный факт о том, как северокорейский народ любит своих лидеров. И вывели даже два сорта розы. Одна роза называется Ким Чен Ирия, вторая роза называется Ким Ир Сенья. Ну что, поедем или будем тут? Потому что все люди идут в политику, чтобы что прокормиться. И об этом нам говорит партия Гражданская платформа. Хотя после того, как из нее вышел Прохоров, ее бы можно было немножко название сократить и назвать ее просто Гражданская П или Г платформа. Потому что из цифр, которые у нас в интернете видно, что это партия, 52% своих доходов тратит на что? На содержание органов, руководящих партии. То есть о какой социальной справедливости говорится, непонятно. А еще мне нравится партия, которая за закон, значит, за утверждение верховенства права, чтобы тебя прям сижу, упало. Это партия, которая поддержала вот эту реформу конституционную. Партия, которая поддержала аннексию Крыма. Это партия, которая за верховенство права. Смешно. Слово Андрею. Две минуты, Андрей. И у Оксаны две минуты потом останется. Давай, Андрюш. Ну, по персоналиям нет смысла каждую партию обсуждать. Тут Оксана не затронула один важный вопрос, который мы обсуждали. Стоит ли избирательный возраст уменьшать, соответственно, чтобы 80-летние, 90-летние не голосовали до приемлемых каких-то параметров. И наоборот, снижать с 18 лет и меньше. Что касается этого вопроса... Андрей, это просто я эту тему в этом выпуске не затрагивала, потому что тема голосования в 14 лет, как я предлагаю, эта тема, извините, затрагивает очень многие нюансы. То есть в 14 лет человек уже имеет право зарегистрировать бизнес и так далее и проголосовать. То есть расширить права вот этим 14-летним, хотя они даже школу не закончили. Мы знаем, что сейчас для них это колоссальная проблема. Многие в 14 лет зарабатывают больше, чем их родители, дедушки, бабушки вместе взятые, а как-то оформить свой бизнес они не могут. А голосовать они тоже не могут. И я предлагаю тут сегодня тему не трогать. Она про другое. Давайте, да, это на следующий выпуск перенесем. Так, друзья, продолжаем дискуссию. Можно говорить, можно перебивать, все в порядке. Давайте у нас такой формат. Да-да. Значит, да, по партиям. И потому, что одномандатника выбрать нельзя, так как все люди разные, а люди выбирают исходя из опыта. Все-таки хотел затронуть тему вот эту вот, можно ли снижать, повышать возраст избирательный. Вот смотри, вот на твоем примере, когда ты привела пример, что Гитлера можно выбрать, потому что весь такой идеальный. Ну, в абстрактном твоем примере, да. Так вот, я гарантию даю, что 14-летние выбрали бы не того именно кандидата. То есть у них не хватает жизненного опыта. Говорим о выборах одномандатника. Нужный избиратель должен обладать опытом. По партиям партии тоже нужно оставить, потому что партии, вот наша партия, допустим, она федерального финансирования не имеет, поэтому у нас большая часть денег идет на содержание аппарата. Это не партии крупные парламентские, там КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия. Они госфинансирование из бюджета получают, понимаешь, по 150 рублей за каждого проголосовавшего. Мы на свои деньги существуем. Так существует любая малая партия. У нас нет денег из федерального бюджета, поэтому, собственно говоря, большие партии себя так и ведут. Они в целом разделяют политику главной ведущей партии. А малые партии, так как они сами по себе, мы, собственно говоря, не привязаны к вот этой генеральной линии. То есть мы реально можем предоставлять интересы малых групп населения, в данном случае наша партия немалую группу населения представляет. Мы за средний класс представляем средний класс. Вот ты Прохорова затронула, что он у нас был, что он ушел и так далее. Из гражданской платформы. Так он у нас пять лет был руководителем. Я отмечу тебе, что есть ряд партий у нас на политическом олимпе, где руководители не меняются уже на протяжении тридцати лет. Да всем насрать! А у нас руководитель нашей партии поменялось. Вот у нас в уставе прописано, пять лет прошло, новый руководитель. Вот у нас в 2012 году партия создана. Практически есть сейчас уже десять лет гражданской платформе. У нас за два срока поменялось два руководителя. Это о чем говорит? Это о том говорит, что есть внутриполитическая борьба, что есть разные стороны, есть разные мнения, есть дискуссии, есть соблюдение устава. То есть партия динамичная, она развивается, то есть лидеры меняются, там борьба мнений происходит. Возьми другие партии. Ну, я не беру партии, которые только что созданы, типа новые люди там такие, да, а старые, мастандоттов возьми. Все, вот как пришли, 30 лет, вообще застой, ничего не меняется. Вот это, этого нельзя допускать. И это большой минус этих партий, которые снова идут в Госдуму и их снова туда изберут. Вы вот люди, голосуете за эти партии, вы посмотрите, что у них нет внутренней дискуссии, у них нет внутриполитической борьбы. За кого вы голосуете? За те же самые лица. За тех же самых стариков. Вас мало в эфире, Андрей Иванович, про гражданскую платформу никто не знает ничего, кроме... А потому что они денег на это не тратят, правильно? И усилия они не тратят на то, чтобы вас кто-то узнал. Денег мы не тратим, потому что денег просто нету, понимаешь? Денег нету, потому что партия маленькая. Но вы держитесь и хорошего вам настроения, да. По поводу парламентских партий, вы же, наверное, знаете, как Парфенов Денис сказал. Левая нога – справедливая Россия, правая нога – единая Россия, а посредине Жириновский болтается. Это было в эфире, в эфире «России-24». Жириновский там как стоял, чуть не осыпался прямо за трибуны. Единственное, что он мог ему сказать – замолчи, подлец. Вот и все, да. Так, Андрей, ну что, партии нужны, на твой взгляд, да, с болтающимся Жириновским посредине? Нужны, но люди просто должны отсозданный выбор делать. Просто не договорила, вот это Крисси, вот эти ледеры кудрявцевые, летущие, вот эта вся шобла мне напомнила. Думаю, где-то я вот, что-то я видела. И вспомнила вот это Крисси и Энджи. Помнишь, была программа «Одна за всех», и там Эвелина Блендетт и Анна Ардова, они так это, пародировали таких дурочек с такими надутыми губами. Ну и вот я представила, что это же вот идеальные кандидаты для партия «Новые люди». Значит, сценка. Крис к Энджи приходит. И у Криса давай пойдем в политику. «Энджи, а что это? Новый инсташоп на патриках?» «Нет, Крис, ну это такие партии, туда нужно вступать и делать всякие хорошие дела. Ну там, спасать пингвинов в Африке от холода». «О, Энджи, это здорово, но мне страшно. А вдруг нас посадят за одиночный пикет?» «Крис, ну что ты, ну мы же умные, мы же в хорошую партию вступим. Новые люди называются, а их не сажают не то, что за одиночный пикет, но и за митинги. Энджи, почему ты так уверена?» «Крис, мне это Серж сказал, а он, как ты знаешь, депутат от партии «Единая Россия» и член общероссийского народного фронта». «То есть вот мы понимаем смысл создания партий, куда идет и так далее. В общем, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, Олег забыл сказать, что он вставил лайк. «Забыл сказать, подписывайтесь все, я этот кусок вставлю в самое начало, по-любому». «Окей, значит». «В самого начала самого выпуска будет камптизер, а потом будет вот этот кусочек, да, давай». «Моя платформа, моя платформа, что я предлагаю?» «ОРЛ». «ОРЛ». «Звучит как ОРУЭЛ». «Значит, это первая не партия очень разумных людей, то есть нормальных хомо сапиенсов. Да, значит, что я предлагаю? Во-первых, ребята, как видим по Юрию Осетрову, нужно что контролировать? Не доходы, которые у всех нищебродские, а расходы. Вот так где крантик у нас протекает. Пускай Юра Осетров расскажет, сколько он денег тратит, год на себя, на свою семью и так далее. И тогда мы оценим, насколько у него доходы с расходами разнятся. И подумаем, лгун он или не лгун. И вообще я за открытое правительство. Что такое открытое правительство? Это практически дом-2. Тот, кто представляет интересы общества, тот, кто служит как бы народу, ребят, вы должны быть открыты. Я не должна где-то выуживать информацию, где твой дом и так далее. Здесь нету системы, знаете ли, вот безопасности. Сыщься, не иди в политику, не будь губернатором, если ты боишься, что кто-то узнает, где ты живешь и придет тебя там, не знаю, побьет. Не нравится, не идите в политику. Пожалуйста, очень много других деятельностей, где вы можете реализоваться. А тот, кто ушел в политику, тот, кто работает депутатом, губернатором, мэром, пожалуйста, камера, и я должна видеть даже то, что ты ешь, как ты ешь, как ты говоришь, как ты общаешься с детьми, какие у тебя дети и так далее. А то у нас косяки получаются, да, там, сфоткался мэр со своим, извините, не очень дешевым мотоциклом и очень дорогой собачкой Корги. И вдруг все люди спросили, ба, эй, Юра, откуда у тебя деньги? Ты же там декларируешь какие-то там копейки. Ой, правда что? Откуда же, да, надо придумать, откуда у меня мотоцикл. Друг подарил, дал, одолжил, я вот на нем катаюсь. Вот уже 10 лет катаюсь на одолженном, значит, хамере. Нормально так, да, и у них все одолженное, все им кто-то дал. Вот живут в прекрасных домах, которые тоже им одолжили и так далее. Вот мы должны знать, как вы живете и как вы зарабатываете. Не только, как вы зарабатываете. И второе, я предлагаю вообще вот эту систему выборов, систему партий, вообще нафиг. В таких странах, как Россия, это вообще, как мы видим, не работает. Главное, это не я придумала, ребята, это Билл Гейтс придумал, но мне очень понравилось. Значит, это методика случайной выборки вместо выборной системы. Что это значит? Олег, слышал ли ты про суды присяжных? Оказывается, они реально переживают, они реально думают, они изучают дела, они ответственно подходят к вот этому вынесению вердикта. И оказывается, это лучше, чем какой-то дипломированный, там, обучающийся, весь этот судья. Они лучше судят. Они лучше, чем судья. Суды присяжных. Это лучше, чем просто судьи. И вот эта система, она также будет работать, новая система. Оксана, система научилась работать и с этими судами присяжных. Их уменьшили по размеру. Я не буду говорить, как сейчас в России это все загибается. Я говорю о перспективе, о нормальной системе. Система выборной. То есть ты, Андрей, ты, Олег, никому не должен будешь. Ни своей сраной партией, которой, извините, может быть, ты внутренне согласен с тем, что они поддержали эту реформу Конституции. А тебе приходится как бы, потому что вот это тоже иерархия. И ты должен как бы в этой системе тоже говорить «да». А ты сам за себя. И ты никому ничего не должен. Ты стоишь в системе. Подожди, подожди. И тебя выбирают. Выбираем депутатов. Подожди. Ну, Андрей, ну так нечестно. Выбираем депутатов на год, да? Вот и выбрали. Выборка выбрали. Маша, Петя, Коля, Вася. Приняли за... Они будут лучше принимать. Они более мотивированы. А главное, ребята, как сказал мне один оппозиционный политик. Оксана, ты дурочка. Ты что, не знаешь, что в политику идут, чтобы стать депутатом, чтобы что? Ты его знаешь, да? А, Андрей, чтобы что? Да, чтобы лоббировать интересы каких-то крупных компаний, которые тебе бабки дают за то, что ты там правильно голосуешь. Мы знаем лоббисты от табачной индустрии. От тех, кто отрезает нашу природу. Те, кто против ГМО, это тоже лоббисты как раз уралкалии и так далее, и так далее. Так вот, этих людей будет невозможно купить. Ну, у тебя денег просто не хватит купить каких-то случайно выбранных людей, да? А потом они поменяются. Как знать, как знать? Нет, 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 Олег, это очень трудно, и это практически невозможно. И запугать не получится, и купить их всех не получится, и смысла в этом нет, потому что через год они меняются. И причем мы не тратим деньги на выборы, на вот этот мусор вот этот пропагандистский, который обклеил тут весь наш город вот этими тупыми фразами, типа деньги людям, там, я не знаю, вернем себе что-то там, утраченную молодость и так далее. Вот такая система, система честной выборки. Естественно, здесь куча вопросов возникает, какая она честная, как кто ее будет контролировать. Здесь, конечно, вопрос встает о распределенной сети интернета, чтобы ни у кого там на каких-то фермах эти базы данных не хранилось, чтобы никто выборками этими не манипулировал. Это все уже частности, это все уже элементы. А идея в том, чтобы заменить выборы на выборную систему. И тогда Олег, Оксана, Андрей могут попасть, по теории вероятности, в Государственную Думу. И поверьте, мотивация у нас будет принимать нужные законы намного больше. И это будут классные реформы, это будут классные законы, и народ больше будет доверять. И эта система, мне кажется, будущего. Потому что, да, когда-то были созданы партии, но мы сегодня живем совсем в другом мире. Ребят, у нас четвертая технологическая революция. Мы с тобой общаемся, Олег, вот так вот. Ты меня видишь, я тебя, ты живешь 750 километров от меня. А мы как-то вот все задним умом, какие-то партии, какие-то выборы, которые уже... Где подписать YouTube? Где подписать YouTube? Нет, где? Ой, блин, надо, надо, да. И третье, ребят, я хотела бы сказать вот о том, о чем и Андрей говорил. Это колоссальная, вопиющая несправедливость во всем мире, а в России еще больше. У нас существует 0,007% людей это богатые и нищие, 93,6% нашего населения нищие. И, конечно же, когда ты смотришь эти данные, думаешь, а как они вообще выбирают этого Путина? Ведь вы же нищий, потому что у вас такая система. Непонятно, мне вообще непонятна логика вот этих людей. Справедливая система выглядит не так. Справедливая система всегда выглядит пирамидкой, потому что это устойчивая фигура. А у нас непонятно что. В мире совокупно и то нищих меньше, чем у нас. Нищие – это те, кто получает меньше 10 тысяч долларов годового дохода. Это нищие. Вот и себя посчитайте, нищие вы или нет. И как это сделать? Это, наверное, Нобелевская премия по экономике. Но существовать должна некая вилочка. Существуют такие грейды. 10 тысяч в год – это минимум. Ниже него не должно быть никого. Дальше идет там миллион, 100 миллионов, миллиард и так далее. И вот вы не можете, даже если очень хочется, перепрыгнуть на следующий грейд, если у вас нижние не перепрыгнули за черту бедности. Если хоть один выпал из 10 тысяч, упал вот в эту категорию, в которой сейчас 93% у нас в России, то богатые сразу должны отчекрыжить от себя. И постоянно эта система должна вот таким треугольником быть. Как это сделать? Ну, ребят, это надо думать, но надо предлагать и так далее. Понимаете, здесь же еще должна сохраняться мотивация. Без мотивации никто. Человек с мотивацией, он горы свернет. Нельзя убирать мотивацию только потому, что мы все будем жить обеспеченно. У человека тогда пропадет мотивация. Почему нет революции? Это же нереально. 10 человек в России получают столько же, сколько 70 миллионов. А это и есть нормальное, вот, ну, рабочее, взрослое население нашей страны. Я когда-то была наблюдателем, выбирали местного депутата. Приходят, вот ты говоришь, возраст им, вот этим маразматичкам. Не надо ограничить возраст выборный. Они свое отжили. Свой, сука, коммунизм уже строили. Вон он развалился. Чего вы претесь сюда? Зачем? Идет. Где здесь за Путина галочку поставить? Понимаете? Выбираем депутата месту. Где здесь за Путина галочку поставить? Все, я все сказала. А подождите, насчет чего мне вообще сказать? Насчет всего, Андрей. Насчет системы избирательной вот этой вместо выбирательной. То есть мы как суды присяжных делаем. По телевизору ей сказали, что нужно идти. Да, да, да. На заборе было. Я хочу, чтобы ты прокомментировал сначала ИУ и Энджи. Как тебе? Не, подожди. Я с бабушки начну. С бабушки начну. С бабушки Энджи. Насчет того, что почему мы на аутсорсинг отдаем выбор губернатора населению. Начнем с того, что население губернатора не выбирает. Вы это все прекрасно знаете. Я имею в виду как бы условно. Как бы условно. Я сейчас скажу одну фразу. Люди не понимают. Говорят, о чем мы туда ходим выбирать. Ребят, вы как нам сказали. Это Евгений Степанович Савченко сказал. Он сказал, люди голосовали не за меня. Люди голосовали, Владимир Владимирович, за ваш выбор, меня. Они одобряли. И почему так власти важны эти выборы? Почему власти важно, чтобы вот этого местного, как он, Голодков, чтобы его выбрали? Потому что это референдум доверия выбора Путину. Значит, он нормальный мужик, может вот нам подобрать губернатор. Мы же тупые. Мы же не можем выбрать. И он вот нам выбрал. Мы голосуем. Поэтому есть только два варианта. Мы голосуем за его выбор или мы его не одобряем. Не одобрять его можно двумя способами. Не прийти на выборы или проголосовать за любую другую клизму или бутерброд с говняшкой, которые будут в бюллетене. А других там не будет. Уважаемые друзья, не забывайте подписываться на наш замечательный каналище. Оставляйте комментарии, кого бы вы хотели видеть. И вообще в целом ваше отношение именно к такой системе случайной выборки по аналогии с мировыми судьями. Судьями, господи. Мировые судьбы, да. Так, Андрей Иванович, пожалуйста. Что касается случайной выборки. Это как с построением коммунизма. То есть вроде как его можно построить теоретически. И всем будет хорошо. Но, как показала жизнь, это невозможно. Потому что пока условия не сложились. Условий нет. То же самое со случайной выборкой. Теоретически можно. Но условий нет. Вы это сделать не сможете. Объясню, почему условий нет. Олег, опять у тебя вот эта ложная логика. Да, я скажу. А нереализация коммунизма – это одно. Она была изначально проигрышная. Она лишала людей мотивации. Да. Вот это уравниловка. И поэтому там ничего не получилось. Это другое. Я предлагаю очень простой, легкий механизм выборки. И он работает на присяжных. В нормальных странах. Я знаю, что сейчас там немножко по-другому. Можно таргетировать, выбрать лояльных для той или иной стороны присяжных. И так повлиять на решение. Но это другое. Я говорю технически. Сегодня технически это можно сделать. Абсолютно. Для этого есть все молитвы. Нет воли. Никому это не надо. Представьте себе, какой долбанутый правитель, диктатор. Скажет, давайте случайную выборку. У меня здесь Государственная Дума полна каких-то странных людей, которые, блин, будут, значит, дискутировать. Будут там что-то отставить, какие-то права, которые не стоят. Поверьте мне, мы даже можем сделать параллельный эксперимент, да, или какой-то микроэксперимент. Взять какую-то область и выбрать областную Думу таким образом. И посмотреть, какие они законы будут принимать. И уж точно эти законы никогда в жизни не будут отвечать интересам олигархата местного. Вот этой 0-0-0-0-0-0-0-7% выжимки. А уже будут представлять более широкое население. Найдется какая-то маленькая европейская страна, вроде Швеции, которая это реализует. У них это возможно, конечно. Конечно, маленьким странам в этом плане, ну, легче. Да, я скажу тебе. Да. Вот поэтому у нас это и невозможно. Вот ты, собственно говоря, это и сказал. Я знаю. Ну, ты знаешь, что такое идея? Всегда все начинается с идеи. Ты ее забрасываешь, она там начинает бродить, реализовываться. Это становится такой большой идейный мем. Какая была теория мема. А теперь вернемся к самой идее. К самой идее вернемся. Боги не те, кто управляет. Боги на сегодняшний день это те, кто пишет алгоритмы. Кто будет писать алгоритмы? Я тебе сказала, распределенный интернет, вопросы о том, кто хранит данные, это тоже надо учитывать. Потому что понятно, если сейчас базу данных будут хранить на серверах, кто в Гугле, то понятно, кого они там выберут. И какая будет честная выборка. Это естественно. Эти все вопросы нужно задавать. Я произнесла идею, а не способ ее реализации. Я не такая умная. И, кстати, это еще раз говорю, оговорюсь, не совсем моя идея. Она мне понравилась. Она меня зарядила. И я поняла, что это классная замена старой прогнившей системе выборов. Я вам битый час доказываю, что депутаты, люди идут с целью заработать для себя, а не для вас, друзья мои. Это нормально, это человеческая натура. Мы же все хомо-сапиенсы. Ну, кто другого видел? Я теперь продолжу мысль твою. Давай. Вот идеально работает система выборки. Написали идеальный алгоритм, который... Андрей, ты опять не о том. Тихо, подожди. Нет, сама идея нравится, не реализация ее. Идея. Все. Нравится, хорошо. Все заработало. Люди выбраны. На год. Те, которые нужно, выбраны. Именно по отраслям выбраны. По, допустим, учителя выбраны для написания закон об образовании и так далее. Но... Нет, нет, только не учителя, ребят. Только не учителя. Это те, как раз... Да не важно. Ну, не важно. Но выбраны. Нормально, выбраны. Выбраны на год. Но они на год выбраны. Им надо за этот год успеть понять, как это должно все происходить, как должно быть написано, как механизм принятия, как это все должно регистрироваться и так далее. Они этого не сделают за год. Ты мне сейчас хочешь сказать, что не Рапудрявцева, за них это будет делать аппарат. Что Кабаева, которая сидела в Думе, они что-то там понимают? Или Валуев что-то понимает? Вот это человек... Дай я расскажу. Дай я расскажу. Это как они там что-то понимают? Да я расскажу. И учителя нехвазов она не поймет, да? Да дай я расскажу. То есть мы тупые. Расскажи, Андрей. Расскажи. За них это будет делать аппарат. Аппарат Государственной Думы. Аппарат это чиновник. аппарат это чиновники ты понимаешь что это значит это значит что вот то что вы говорите чтобы эта система твоих случайной выборки она исключила лоббирование лоббирование никуда не уйдет потому что будет аппарат и аппарат будет использовать этих людей которые будут выбраны с помощью случайной выборки понимаешь да конечно чиновники будут все равно чиновники будут обслуживать этих людей и чиновники все равно будут на крючке у лоббистов нет идеальной системы то что вы теоретически тут рассуждаете да это все хорошо но все равно хорошо Олег я стою давайте оставлять вот этих тупых депутатов богатых тупых наглых толстых жоп которые там сидят я прямо сейчас как не знаю социалист какой-то говорю но это блин правда когда в стране 93 процента 93 и 6 процента не ищет ты мне о чем-то говоришь да даже если завтра что-то случится анархия это и то будет более справедливо слушай ты там дебатировал с ЛДПР ты там не заснул как ты борешься скукота для чего что вы там обсуждали это что умный человек был знаешь я на выборах мэра на конкурсе там один от ЛДПР был 10 минут осталось до второго блока этот человек наглостью имел пойти записаться на конкурс мэра который не мог предложить просто там просто я не знаю у него какая-то деформация в мозге он не мог сказать предложение как нормальному человеку пройти ответьте как нормальному человеку пройти Андрей Иванович в этой системе в которой существует Андрей как тебе избран ты кандидат ты кандидат депутаты реально сейчас ты вот в статусе кандидата Панфилова тебе вот как Андрей станет депутатом так я поверю Андрей ты станешь депутатом или нет каковы твои шансы реальные в этой системе на сегодня равны да здрасте почему объясни у тебя 8 минут осталось на беседе почему в этой системе почему у меня нулевые шансы я иду по партиному списку партия Гражданская Платформа партия маленькая почему ты не пошел по одномандатному округу по одномандатному округу шансов даже меньше чем ноль меньше чем ноль почему потому что система построена тогда вопрос зачем ты там Андрей зачем зачем ты тратишь свое время зачем зачем знать свои шансы минус ноль объясняю я не пошел там где минус ноль, то есть по дамандатному округу, я пошел там, где больше нуля. Ну, ноль, там, одна тысячная процента. Ноль целых одна тысячная. Я не знала, что ты такой азартный. Да. Билеты, наверное, в надежде выиграть миллион, да? Друзья, не забывайте подписаться на канал, напоминаю вам постоянно, и поставить лайк и расширить. У нас очень интересная дискуссия здесь. Да, Андрей, продолжай, извини. Потому что по партийному списку, если партия преодолевает 5-процентный барьер, то 10 мандатов она забирает автоматом. Но малые партии, включая даже яблоко, они у нас больше 3-х процентов не набирают. Ну, может быть, сейчас есть шанс у партий пенсионеров, они, может быть, 5-процентный барьер преодолеют в этом сезоне. И все, не более того. Но, что дает выдвижение от партии? Во-первых, я заявляю себе медийно, это дает раскрутку медийно. О, господи, ну, Андрей! Ну, я заявлялась, мы все заявлялись. Дослушаем! Дослушаем! Как повлиял эфир в 7 часов утра на какую-то медийность, информационная боли. Ну, ты же не знаешь, может, он вчера СНН. На канале это и то больше. Он вчера, может быть, СНН интервью дал, или Фокс Нью, ты же не знаешь, мы же эти каналы не смотрим сейчас, да. Андрей, продолжай, пожалуйста. Во-вторых, нельзя быть такими наивными. Во-вторых, он рассказывает нам свою жизнь, как кандидатов в депутаты. Мы же должны знать, как это выглядит все изнутри. Андрей? Участие в любой партии дает рост внутрипартийный. Рост в чем? Во-первых, нас обучают. Обучают... Лучше ты сказал, Андрей, что это дает внутренний твой моральный рост. Я бы и то поверила. Ну, и внутренний моральный в том числе. По-моему, он так уже сказал. Но вот с высокой ступеньки кандидатов в депутаты Государственной Думы на более низкую ступеньку спуститься легче. То есть мне будет легче выбраться там в Горсовет, мне легче будет выбраться в Облсовет, в Облдуму. Потому что я побывал на высшей ступеньке, поучаствовал. Кто тебе это сказал? Кто это глупость? Это я знаю. Это я знаю, потому что... Хорошо. А, Андрей, когда ты станешь депутатом, я не знаю, там... Пять минут до конца эфира, третий эфир делать не буду. Невозможно потом уже все. Это надо целый день нам надо будет сидеть здесь. Оксан, я был депутатом. Я был депутатом районного совета. Я был... А мы все равно в жопе. Вот такие люди хорошие были депутатами, а жопа... Но он был в меньшинстве. Там было... Он был в окружении жоп просто. Самых разных размеров. Поэтому, чтобы не оправдываться, чтобы не говорить, что я был в меньшинстве, что мои шансы 0,0 сотых. Существует другая система, и мы должны дать себе возможность подумать... Эксперимент провести. Если эта система не работает, если эта система колоссально несправедлива, и мы эту справедливость наблюдаем. В 36-м году при Сталине тоже были выборы, и охренительная конституция, да? Вот так вот, шок. А вы не знали, что там была демократия? Окей. Окей. Можно систему твою опробовать, но ты слишком большой уровень предложила. Ты предложила там областную думу. Есть сельские советы, там земские собрания. Можно на земском собрании. Да, они так и собираются. Да, там где количество избирателей, допустим, 3-5 тысяч избирателей. Избираем по этой случайной выборке людей на год экспериментально, и смотрим, что получится. Вот, я про это говорю. Я надеюсь, что Андрей сделает репост этого выпуска. Я, скорее всего, вторую часть в большей степени оставлю в своих соцсетях. Друзья, проголосуйте за нормального человека хотя бы раз в жизни. Ты в списках будешь, Андрей, да, там или где-то? Да, я в списках буду, да. Проголосуйте, проголосуйте, хоть как-то проявите свою позицию. Нормальный человек, более-менее нормальная партия, при всех там, при всех прочих. Да, Андрей, продолжай. Я хочу дослушать, просто 3 минутки осталось. Как это выглядит изнутри? Ты остановился на том, что ты что-то там рассказывал, с более высшего на более низший и так далее, да? Да, потому что внутрипартийная подготовка, вот в результате внутрипартийной борьбы, она дает подготовиться, возможность подготовиться к выборам более низшего звена. И благодаря этому люди побеждают, собственно говоря. Я спускаюсь ниже после больших выборов. Это очень масштабно, да? И мне проще стать депутатом низового уровня. Но проще. Вот когда ты внутри партийной системы находишься, чем депутат одномандатник, чем самодвиженец. Слушай, Андрей, а вот зависит ли количество проголосовавших, поставивших галочку за тебя в Белгородской области, от твоего, вот зависит ли количество, повлияет ли это на тебя каким-то образом? Вот так правильно я от твоего вопроса. Да, повлияет. Если наша партия преодолеет 5-процентный барьер, то региональная группа, в которую я вхожу, это Орел, Курск, Белгород. Если я в этой группе наберу, ну не я, а партия моя, наберет больше всех процентов среди всех остальных групп по всей России, то моя группа поднимется вверх, и есть шанс, что я тоже стану депутатом. Но это при условии, что моя группа наберет больше всех из всех групп по России, а таких групп у нас больше... А какой ты в списке, какая ваша партия в списке, номер? Номер в избирательном бюллетене, номер 11. 11. О, коммунисты 1, а вы 11. Легко запомнить, друзья. Да, да. А преодолеть, чтобы попасть в Госдуму, надо преодолеть 5-процентный барьер. Вот и все. А 3% для финансирования, да? А нет, чтобы госфинансирование получить, нужно набрать 3%. Наберете 3%? Навряд ли. Ну я объективно. Ой, Андрей, ну вообще ты прям все надежды рушишь. Оксана Анатольевна, ну что... Андрей, смотрите, вы на время выборов переимену... Переимену я просто в лайфхак такой небольшой. Чтобы 3% преодолеть, и даже 33. Вы свою партию назовите Владимир Владимирович Путин. Ну на время такое. Ну можно же. Где галочку за Путина стать? Да, вот бабушка, сюда. Вот так вы преодолеете 3-процентный барьер. Великолепная идея, просто фантастически. Но боюсь, она не будет реализована, потому что Минюст это название не пропустит. Партия Владимир Владимирович Путин. Хорошо, партия, смотри, тогда партия не Путин. Я объясню, психологически, особенно бабки слепые, они не увидят, а у них вот это сработает в мозгу, понимаете, у них что, там 2 извиненки. Один первый, и второй. И вот оно увидит знакомые буквы и среагирует. А на дне оно не обратит внимание. Поэтому у вас тоже будет 3%. Тем более, дне можно написать маленьким шрифтом. Да, да, да. Так, ну что, друзья, будем завершать эфир, друзья. Спасибо вам большое за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте это видео у себя в соцсетях. Сейчас я переключу галерею. Ребятка, прощайтесь тоже. На всякий случай эфир может проживаться внезапно. У нас сегодня хорошая дискуссия была. Андрей, поделись у себя в соцсетях. Ну, мало ли что, может быть, как-то сыграет и нам поможет. Мы продолжим наши увлекательные беседы дальше и на разные темы. Поэтому всех люблю, всех целую. Всем пока, Андрей, Оксана, тоже пока. Пока-пока. Все, пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok